Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать о Facebook Business Manager. Это просто какой-то рекламный комбайн. Не уверен, что он вам нужен, если у вас всего одна страница и один рекламный бюджет. Но если вы ведете хотя бы 2-3 и у вас есть сотрудники, Business Manager вам может сильно помочь. Об этом он собственно и говорит нам на главной странице. Кстати, как перейти из Facebook сюда, я не знаю. Воспользуйтесь просто поиском в Google или ссылкой из описания к видео. Он говорит, что нужен он, если несколько рекламных аккаунтов, у вас работают несколько людей и им нужно раздавать разрешение. Это действительно так. Создаем аккаунт. Название, тут лучше не хохмить, название будет периодически всплывать, имя и адрес электронной почты. Тут тоже все надо заполнить и тоже предельно внимательно. И вот, бинго, аккаунт создан. Все так просто, что кажется, что и дальше все пойдет как по маслу. Но не тут-то было. Facebook Business Manager очень непрост. Наверное, поэтому первое окно такое дружелюбное. Типа, ну чего тут, три закладки. Ну, во-первых, конечно, нужно добавить двухфакторную аутентификацию, если у вас на Facebook ее еще нет. Тут все-таки речь идет о деньгах. Тут же можно добавить второго администратора. Человек должен быть проверенный. Сейчас мы, кстати, в настройках компании, здесь уже все не так дружелюбно. Левый столбец говорит о том, что настроек здесь не просто много, а очень много. Поэтому вернемся пока на главное. В первую очередь надо добавить фото. Вот теперь все совсем красиво. Итак, с чего начать? Ну, во-первых, надо добавить страницу. Это первое и единственное, что мы успеем сделать сегодня, потому что тут уже бизнес-менеджер предстает во всей своей красе, со всеми подводными камнями. Но кажется, что все понятно. Можно добавить либо свою страницу в страницу, на которой вы являетесь администратором, либо добавить чужую, запросив к ней доступ, либо вообще создать новую. Страницу создавать не будем, у меня есть какая-то, вот ее и добавим. Это, кстати, необходимая вещь. Не имея своей страницы личной, вы не сможете отправлять запросы на управление чужими. Какое же вы, в принципе, агентство, если у вас и страницы-то своей нет? У меня она есть. Вот. Сделал на скорую руку. Кстати, страницу сюда нужно вставлять какую-то презентабельную. Вот прямо вашу основную, она потом тоже будет фигурировать кое-где. Берем URL и вставляем сюда. Окей, он ее нашел. Пишем добавить. И так как я являюсь ее владельцем, он ее сразу добавил. Если бы это была не моя страница, я бы попытался ее сюда добавить, то он бы отправил запрос владельцу, что, дескать, Вова Ломов хочет стать владельцем вашей страницы. Вы не против? Такой из серии простота хуже воровства. Ну и что, что вы ее создавали, раскручивали, вкладывали силы, деньги? Отдайте, Вова Ломов же просит. В общем, если вы хотите добавить в свой аккаунт чужую страницу, даже не имея злых намерений, так делать не нужно. А нужно делать так. Вам нужно запросить доступ к чужой странице. Тогда все будет прилично. И тут для начала вам нужно указать вашу основную. Ту, что вы уже добавили. Выбрали. Далее. И нам нужен URL. Ну что ж, нужен так нужен. В другом аккаунте, совершенно у другого человека, который лишь внешне похож на меня, но ко мне никакого отношения не имеет, тоже есть страница. Надо было ее назвать Фидей. Ну вы поняли, что это мой второй аккаунт. Тестовый он никак не связан с аккаунтом Facebook Business Manager. Мы берем URL, вставляем и не находим никакой страницы с Фидей. А почему? А потому что владелец Facebook Manager должен быть еще и администратором, модератором и так далее страницы, на которую он претендует. Точнее страницы, которую он хочет рекламировать из своего аккаунта. То есть Федя, владелец страницы, должен зайти в настройки и добавить Владимира Ломова администратором, редактором или кем-то еще, но не ниже рекламодателя. Владимир Ломов, то есть я, запрос примет. И вот теперь, когда я стал редактором страницы про Федю, я могу добавить ее в свой аккаунт. Повторно запросить права, но уже как агентство. Причем формально я останусь редактором, даже если запрошу здесь права администратора. Это, правда, может испугать клиента, но не важно, кто что понимает в правах на Facebook. И вот Федя получает уведомление, что какое-то агентство просит права на управление его страницей. Он видит, что просит права Владимир Ломов от имени страницы иконописец Наталья Калинчук. Ничего не понимает, но права дает. И вот я являюсь редактором и по совместительству агентством. А у меня в Facebook бизнес-менеджере появляется страница, вот она, Вова Ломов, по которой я могу добавлять людей, заводить бюджет и запускать собственную рекламу. Вот такие дела. Честно говоря, мне кажется, что инструмент этот очень сложный и эксклюзивный. Исключительно для тех, кто занимается рекламой на Facebook достаточно плотно. А его сложности вы поняли, я думаю, уже из этого скринкаста. И это только вершина айсберга. Но если вы считаете, что рассмотреть его подробно все-таки стоят, хорошо. Пишите в комментариях, ну или ставьте лайки. Но только в этом случае. А еще подписывайтесь на наш канал, ну и любите друг друга.